Пожалуй, можно вспомнить, когда я первый раз прочитал «Преступление наказания». Вот это было очень сильное впечатление тогдашнего девятиклассника. И это очень мне запомнилось именно тот момент, когда я читал и переживал те коллизии, которые переживали герои романа. И я часто обращаюсь к тем мыслям, которые там были высказаны. Это было, конечно, такое потрясение от чтения книги. Сама основная идея, кто есть человек, тварь дрожащая или, так сказать, сверхчеловек, что можно, что нельзя. И как мы иногда легковесно судим о том, что мы можем и кто мы, собственно говоря, такие есть. И кем мы оказываемся в каких-то сложных ситуациях. Вот это мне очень было созвучно, потому что и в то время, естественно, вопрос возникал в начале жизни. Кто ты есть? Что можно? Что нельзя? Конечно, сейчас наступило такое время, что уже и антироманы появляются, которые утверждают, что человек не кается в своих грехах. Что он прекрасно может жить, осознавая, что он совершил. Но Достоевский рассудил по-другому, и мне близка его позиция. Ну, потом сама ситуация Раскольников. Человек, оказавшийся в такой очень сложной ситуации, какой он нашел выход неправильный. И я думаю, что в городской, в нашей особенно среде, такие мысли, я думаю, многим приходят, подросткам, что все можно быстро решить одним махом. Одновременно за одну секунду стать богатым, счастливым и остаток жизни наслаждаться тем, что ты сумел заполучить. Это вот впечатление от книги. Ну, конечно, были и другие книги, которые в разное время, в зависимости от того, что ты испытываешь, что у тебя на душе, как-то вот отвечали каким-то твоим тайным мыслям.